Друзья, я с большим удовольствием приветствую вас в эфире Утро февраля. Меня зовут Алена Курбанова и сейчас стартует ваша любимая программа ФСБ – Федеральная служба бреда. Я без погон, как всегда и уж точно не на службе у Кремля. Даже напротив, я здесь каждую пятницу для того, чтобы разбираться вместе с вами во всех сортах лжи и пропаганды. Ну и для того, чтобы вы точно знали, что стоит за режимом последнего европейского диктатора и сколько стоит война, которая сегодня длится уже 247 день. Ну и прежде всего, наверное, те люди, которые жить не могут без утро февраля, а к нашему счастью их очень много, они все думают, почему же мы сегодня немножко задержались. Прежде чем объяснить пост от Дмитрия Медведева, который все время извергает гадости в сторону Украины, он говорит следующее, что путь к стабильности энергоснабжения заключается в том, что нам, Украине, нужно признать правомерность проведения России в рамках специальной военной операции и ее результаты, отраженные в нашей Конституции, и тогда со светом наладится. Я еще раз и еще раз с большим удовольствием процитирую слова президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Поэтому мы благодарны абсолютно всем специалистам в Украине, которые каждый день работают над тем, чтобы у нас был свет, интернет, чтобы мы могли выходить с вами на связь. Но если этого не случается, ничего страшного. Даже в темные моменты мы все равно продолжаем свою борьбу. Поэтому, друзья, спасибо большое, что вы с нами. Пожалуйста, помогайте нам расти и развиваться. Не забывайте оставаться вместе с каналом утро февраля и подписываться. Ну и, кстати, было бы здорово, если бы сегодняшнему выпуску вы обязательно не забыли поставить лайк. Это то, что нам тоже помогает. Ну и воспринимайте это как, возможно, даже гвоздь в гроб режима Путина, Медведева и всех остальных. И, друзья, с большим удовольствием я представляю вам гостя нашей сегодняшней программы. С нами уже на связи журналист, политэмигрант Андрей Шипилов. Андрей, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, получили ли вы удовольствие или, наоборот, отвращение от вчерашнего выступления президента-убийцы Путина? Три с половиной часа он мучал свою аудиторию своими выступлениями. В очередной раз он сказал, что украинцы и россияне – братский народ. К сожалению, многие украинцы не смогли этого услышать. У них просто не было света из-за того, что Россия расстреливает нашу критическую инфраструктуру. Ну, да бог с ним. Что вы для себя больше всего и ярче всего отметили во вчерашнем выступлении? Я отметил во вчерашнем выступлении, что на товарища Путине его ближайшее окружение поставило крест. Охот. Да, потому что, не знаю, заметили ли, многие ли это заметили. Но вот я сейчас сижу, наблюдаю, и я понимаю, что речь товарища Путина была составлена из кусочков его предыдущих речей, дословных. То есть абзац от речи за 2017 год, к нему пристыкован абзац от речи за 2015 год, к нему пристыкован абзац без единого изменения слова. Просто взяли его предыдущие речи и из них скомпилировали текущую речь. И если шерпы, они их называют, люди, которые это делают шерпами, если шерпы себе такое позволяют с главой государства, с текущим, ну, с ягдом, с самопровозглашенным, то это говорит, что уже даже вот эта вот обслуга, она товарища Путина ни в грош не ставит. Давайте тогда еще немножко пройдемся по заявлениям президента-убийцы Владимира Путина. Он, в частности, в очередной раз напомнил, что цель специальной военной операции – это защита людей Донбасса. Здесь, конечно, лично у меня вчера возник вопрос – хорошо, но Херсон – это не Донбасс. Запорожье – это не Донбасс. Я уже молчу о том, что обстреливается Днепр, Киев, Львов, Харьков, бесконечно можно это перечислять. И на Донбассе-то люди тоже под обстрелами, и война, которая началась в полномасштабном формате 24 февраля, она такой не была и на этих территориях Востока Украины в том числе. Как вы считаете, а верят ли сами россияне еще вот в эту историю с помощью жителям Донбасса? Тем более, что на этой неделе уже заговорили про, прости господи, десатанизацию, то есть уже сатану в Украине ищут. Вы знаете, когда речь идет об откровенном бреде, верят, не верят, этот вопрос уже не стоит. Я знаю, что большинство россиян до сих пор хотели бы в это верить. Они не верят, но они искренне хотят, они стремятся в это поверить. Они ищут, за что бы там зацепиться, к чему бы поверить просто, чтобы для себя найти какое-то внутреннее обоснование того, что происходит. Разум не может принять того, что происходит, всего этого чудовищного бреда. Разум пытается найти какое-то рациональное звено. Вот они сейчас это рациональное звено ищут, в том числе и в объяснениях товарища Путина. Знаете, Андрей, что еще на что обратили внимание аналитики, сейчас вы скажете, поддерживаете вы их или нет, это то, что вся речь практически Владимира Путина вчера была обращена в сторону Запада. Так или иначе, он разными способами и методами намекал на то, что он очень хочет замириться, чтобы все было как прежде, чтобы дружили домами, чтобы торговали, чтобы газ по северным потокам тек и так далее. Но это при том, что все эти месяцы изоляции Российской Федерации, и Путина, и другие спикеры Кремля рассказывают о том, что ну наконец-то мы зажили как никогда здорово, потому что от нас все ушли. Вот Мерседес буквально последний уже уезжает с Российской Федерации. Почему же сейчас Путин так активно просит у Запада вернуться и замириться? Ну, на самом деле ситуация достаточно серьезная. Я вот живу на этом самом Западе, и я понимаю, что среди чиновников среднего звена, среди бытового обывателя на Западе, как это ни странно, ни парадоксально звучит, позиция товарища Путина очень сильна. Он очень популярен, ему верят. И действительно хотят вернуть, как было ситуации. Смотрите, что происходит. Вот есть владелец пиццефабрики, раньше он покупал очень дешевый корм с Украины и был в прибыли. Есть владелец винафермы, раньше он покупал очень дешевый корм с Украины и был довольный, был в шоколаде. Есть владелец отеля, у которого был поток русских туристов, а сейчас его нет. И все понимают, что война, и все понимают, что войну развязал ее Путин, но в ситуации они обвиняют Украину, потому что вот, Путин свое дело сделал, он хочет замириться, а Украина мириться не хочет. Кто виноват в том, что сейчас нет дешевого корма? Украина, потому что она не хочет мириться с Путиным. И поэтому задача товарища Путина любой ценой, любой ценой, самой кровавой, любой ценой усадить Украину за стол переговоров. И вот как только Украина сядет за стол переговоров, вся эта масса серая, европейская, американская, обывательская, она получит мощнейший аргумент. Вот теперь Украина точно виновата. Пока переговоров нет, ну это как это, а вот они сели, а Украина не хочет мириться. Украина виновата. Вот к чему добивается товарищ Путин. И это, надо сказать, очень успешная стратегия. И задача Украины сейчас не сесть за стол переговоров с Путиным тоже любой ценой. Да, знаете, Андрей, я сейчас вас слушала. С одной стороны, я понимаю, когда вы говорите, что это цель и план Путина, это абсолютно очевидно. Мы же видим разные сигналы разных гонцов, которые передают приглашение и сесть за стол переговоров. Единственное, что я не очень вас поддерживаю, или если хотите, не очень понимаю, когда вы говорите, что в Европе есть люди, которые очень активно этого ожидают. Ну, то есть ожидать внутри можно что угодно. Но поддерживать этот план вот здесь я очень сомневаюсь. Буквально на днях в Украине, в Киеве встречался с президентом Украины президент Германии Штайнмайер. Человек, которого очень неоднозначно воспринимали в Украине. И когда он во время воздушной тревоги в Чернигове, изнасилованном, расстрелянном, разрушенном российскими войсками, побыл и посидел как раз в бомбоубежище, потом, вернувшись домой в Германию, он сказал, слушайте, а оказалось, что все, что нам показывают, все, что нам пишут, даже на сотую часть не передает того, что на самом деле переживает Украина. Там немножко хуже, чем казалось на Западе. Еще одна свежая история, это новоизбранная и призначенная премьер-министром Италии, женщина, на которую в Кремле делали большие ставки, что вот когда она придет, вот наконец-то Италия снова вернется в более пророссийскую гавань. Она в первом своем выступлении сказала, что сори, но Италия не будет слабым звеном и в блоке НАТО, и в Европейском Союзе, ну и фактически сказала, что мы будем, может быть, скрипя зубами, может быть, нехотя, но продолжать как раз общую европейскую тенденцию. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, на кого вы делаете ставку, что вот они-то будут потирать руки, когда Киев сядет за стол переговоров, хотя он не сядет, у нас такое строгое законодательство на этот счет. Я объясню, мы речи, вы сейчас говорили о, скажем так, о топовых политиках. Конечно. О политиках, которые принимают решения. Если человек оказался на этой должности, у него IQ уже заведомо выше 120. Это умный человек, он мог себя вести себя как угодно, изображать из себя что угодно, но он прекрасно понимает, что происходит и понимает все расклады и действует соответственно. Я говорю о обывателе, о владельце птицефабрити. Вот я сегодня с утра побеседовал с тремя местными греками здесь на Типре. Все трое стоят горой за политику Путина. Причем у одного ситуация совершенно дикая. У него в Мариуполе погибла вся родня. У него было много родственников в Мариуполе. У него погибли и родственники. Кого он винит в ебели? Путина, который напал? Нет. Он винит украинцев, которые не сдали Мариуполь, когда пришел Путин. Потому что Путин сильнее, нифига было сопротивляться. Надо было сдать Мариуполь, и все были бы живы. Поверьте мне, вот это среднее обывательское звено, оно, скажем так, не обладает IQ 120. Может быть, даже и 100 не обладает. Она из себя представляет достаточно серьезную силу. И не важно, как это... И важно вернуть, как было. Вот чтобы было, как до войны. Если для того, чтобы было, как до войны, надо уничтожить Украину, они согласятся уничтожить Украину, лишь бы у них все было хорошо. Да, очень жаль, конечно. Единственное, что греков никто не спрашивает, и мнение жителей Кипра нам тоже абсолютно неинтересно. Есть передовые страны, которые на сегодняшний день помогают нашей стране, и которые бесконечно датируют ту же Грецию. Хотя, конечно, нам очень хочется, чтобы у нас было больше союзников и больше партнеров. Но давайте попробуем все-таки тогда, Андрей, каждый на своем фронте работать, чтобы те же жители западного мира все-таки переходили на сторону нашего государства. Я попрошу вас остаться с нами на связи, потому что сейчас мы уже имеем возможность запустить нашу первую тему, и я, конечно, приглашу вас тоже к ее обсуждению. Мы ее очень условно, ласково и нежно назвали «плановая трупизация», и вы сейчас поймете, о чем идет речь. Пока Шойгу пугает Запад грязной бомбой, которую якобы готовит Украина, реальную грязную бомбу замедленного действия уже подготовило само Министерство убийства Российской Федерации. Или как иначе нам объяснить, зачем сотнями тысяч на украинскую землю отправляют российских военных, которые потом просто гниют в этой самой земле. Десантники, б***ь, штурмовики, б***ь, спят на привале, б***ь. Вечно в привале. Пацаны, вон, привет, все передают. Говорят, б***ь. Ну а те, кому повезло чуть больше, и они все-таки выжили, попадают в плен. Стоит заметить, что это те самые свежемобилизованные. Нередко от мобилизации до плена или от мобилизации до смерти проходят не дольше и не больше одной недели. Конечно же, пропагандисты и всякие клоуны типа Шойгу могут сколько угодно врать, что все идет по пламану, про суперармию и космическое обеспечение, которое показывают бункерному деду на камеру. Но те самые, кого мобилизовали и кто получил примерно ничего от своей власти, уже обмануть сложно или невозможно. Они точно знают, как выглядит российская армия. Согретые украинским теплом и гостеприимством мобики в плену рассказывают какие-то абсолютно невероятные истории. Говорят, что их кинули на убой, что их не готовили. Честно говоря, мне кажется, что такого быть просто не может. Это, конечно же, фейки. Конечно, такого быть никогда не могло. Нас послали на убой. Реально на убой. Сказали, либо ты садишься сейчас в тюрьму, и мы тебя также отправляем на фронт под автоматами, либо сидишь здесь. Кровожадные укры. То, кстати, так в плену издеваются над бедными русскими мальчиками, что те буквально плачут на камеру. Мы вышли, нас как бы взяли. Вас били здесь? Нет, нас не били. Нас как бы, да, там некоторые ругаются. Понятно, что все злые на нас. Нас не били, нас кормили. Мы курили. Нам дали конфеты, хлеб, который там ни разу не дали. Дали воду. Я не знаю, может, правда, протесты. Надо что-то делать. Просто везут мужей, детей. Просто везут их сюда. И тут как скоты угодят просто. Ну, я вот это видел. Честно говоря, такое чувство, как будто бы в украинском плену он впервые попробовал конфеты. Но оказывается, что на России некоторые мобики утилизируются еще до того, когда же попали воевать. Ну что ж, вооруженным силам Украины работы меньше будет. Я был в распределительный центр парк Патриот, Одинцовский район, Кубинка. И с этого же дня, с 15 октября, перестал выходить на связь. 19 октября я приехала в районный военкомат узнать о месте нахождения моего супруга. И командир Кочнев Михаил Николаевич меня уверил, что он находится либо в распределительном пункте, либо уже убыл в одну из воинских частей. 24 октября 1922 года я узнаю, что Залецкий Алексей Владимирович 16 октября утром по скорой был доставлен в клинический многопрофильный медицинский центр коммунарка в крайне тяжелом состоянии. Ему, со слов врача, ему произведена операция трепанации черепа по удалению внутренней гематомы. Состояние на 25 октября тяжелое, полная парализация всей левой части тела. Боже мой, что же это творится, скажете вы. У меня для вас плохие новости. Кажется, и там вам не смогут помочь. Я понимаю прекрасно, что каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя эту заповедь Божию «плодитесь и размножайтесь», отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Не так страшен черт, как его молюет. Бог не выдаст, свинья не съест. Давайте еще раз. Если для кого-то болезненно отпускать своего сына на войну, то священник Российской Православной Церкви говорит «ты же мать, ты же многодетная мать, у тебя их много, один умрет, другие останутся, ничего страшного, радуйся и тому». Это какое-то невероятное просто днище. Но фарш, который Россия каждый день пачками отправляет на войну, заканчивается, соответственно, все время нужны поставки нового, нового и свежего. Технологи и светлые умы напряглись и решили подключить тяжелую артиллерию. Тикток войска. И нет, речь на этот раз не о кадыровцах, речь о реальных тикток-вербовках. Всем привет! И телай! Я поступила в новую школу. И оцени мой школьный лук от 0 до 10. Кстати, эта школа особенная. Это, кстати, наш класс. А это столовая. И такую еду мы кушаем. А так занимаемся спортом и проводим уроки физкультуры. Ну, а еще я очень люблю уроки. Потому что они очень интересные. Жаль, мы не увидим конец этой истории. Потому что, скорее всего, даже эту молодую девушку намотает на гусеницы какой-нибудь украинский танк. Но, может быть, в перспективе в каком-то следующем выпуске ФСБ я обязательно вам покажу это видео. А пока, друзья, я вам напоминаю, что с нами на связи журналист политэмигрант Андрей Шипилов. Андрей, мы время от времени подбиваем итоги мобилизации. Показываем россиян, которые буквально через неделю после повестки, после того, как их забрали, а может быть и раньше попадают на территорию Украины. И здесь их ждет плен, смерть или, например, инвалидность. В принципе, как бы вы подытожили успешность проведения этой мобилизации? Потому что Путин, конечно, надеялся. Чем больше мобилизованных, чем больше пушечного мяса, тем вероятнее он выиграет. Но пока достижений никаких нет. Нет, он не ставится ли выиграть. Все это пушечное мясо заведомо изначально предназначено для уничтожения, для того, чтобы выиграть время. Путин уже прекрасно понимает. И военные ему уже сумели доложить, что в военном плане Россия уже проиграла эту войну. Что Россия эту войну в военном плане не выиграет. Поэтому ему надо протянуть время до каких-то более благоприятных условий для него. Поэтому призываются 300 тысяч человек. Скорее всего, больше. И эти 300 тысяч человек изначально предназначены для того, чтобы их там убили. И пока украинцы их убивают, чтобы они расходовали на них боеприпасы, оставались с меньшим количеством боеприпасов, чтобы проходило время. А там, глядишь, республиканцы возьмут власть в США. А там, глядишь, Ирдоган кого-то, чего-то. А там, глядишь, Китай чего-то. А вот что-то случится. Надо протянуть время. Вот он и тянет. Убивая этих людей. Вот и все. Да, такая же версия звучала и насчет использования иранских дронов. Дронов-камикадзе. Беспилотники Шахет-136. Что помимо того, что они действительно имеют успех в том, чтобы уничтожать нашу критическую и энергетическую инфраструктуру, мы еще и на них очень активно тратимся ценными нашими ракетами, пытаясь сбить и так далее. Поэтому в этом смысл есть. Тогда, Андрей, более предметно по поводу того, что мы показали, этот ролик, который на днях облетел абсолютно все социальные сети, взорвал телеграм-каналы, это фрагмент вещания священнослужителя с одного из православных российских телеканалов, который абсолютно серьезно говорит о том, что, конечно, он поддерживает войну, и нет ничего страшного в том, чтобы идти убивать и защищать свою родину. Мы давно знаем, что церковь, конечно, на службе у Кремля, но должно же быть хоть какая-то видимая граница. То есть церковь — это для того, чтобы сострадать, сопереживать, утешать. А здесь, получается, и священники тоже занимаются вербовкой солдат. РПЦ — это не церковь, а священники РПЦ — это не священники. Это не моя точка зрения, это уже консенсус, к которому пришел весь православный мир. Это я знаю из первых рук. Кипр — православная страна, очень авторитетная. Я прекрасно общаюсь с местными священниками, с местными иерархиями. И, в общем-то, мнение православного сообщества, что Россия в настоящее время РПЦ не является ни церковью, ни православной церковью, и священники ее не достойны носить это звание. Хотя, конечно, по канонам они там священники все-таки. Есть вещи, которые христианин, неважно, как он православный или католический, не должен приступать. Вот даже молитвы права христианства не на то, например, не на то, чтобы Господь уничтожил наших врагов. Господь избавит нас от наших врагов, от наших настоящих христианин. А уж как это? Пусть Господь решает. Уничтожать человеческую жизнь с точки зрения христианства — это большой-большой грех. Я знаю, что на федеральных российских каналах подобный сюжет о том, как выглядит мобилизация, о том, как мобилизованных отправляют на фронт, в каком они состоянии, конечно, никогда не покажут. Все эти заявления о том, что нас кинули голыми, холодными, боссами, мы три дня не ели. Или показывать, например, военнопленного, который плачет, рассказывая, как его кормили и давали сигарету и конфету в украинском плену, никто не будет. Но эти ролики, они точно просачиваются в социальные сети, потому что и телеграммы,